Программа «Содействие территориальному сотрудничеству в странах Восточного партнерства» была утверждена специальной Европейской комиссией в ноябре 2013-го и деятельность ее распространяется на шесть стран – Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Смежные приграничные территории этих государств, согласно решению Европейского союза, могут участвовать в проектах, направленных на укрепление дружественных связей и взаимовыгодной деятельности организаций и предприятий. Программа предполагает сотрудничество приграничных областей Беларуси и Украины. Это значит Брестская область и Гомельская область на территории Беларуси, на территории Украины – это Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. Речь идет о программе, которая будет финансировать малые проекты, заключенные, созданные партнерами из двух стран. Цель состоит в том, чтобы наладить эти контакты и сдружить или дать больше возможностей регионам приграничным сотрудничать для решения именно задач локального развития. Тематический охват программы – это вопросы, связанные с местным региональным развитием, то есть улучшение условий жизни путем выполнения совместных проектов, направленных на социальное и экономическое развитие, решение общих проблемных вопросов в таких сферах, как охрана окружающей среды и безработица, взаимодействие в спорте, культуре и образовании. Отправлять заявку на участие в конкурсе на выделение грантов могут предприятия и организации различной формы собственности, но при этом необходимо выполнение нескольких условий. Одно из главных – некоммерческая направленность идеи, то есть разработанный проект не должен быть направлен на финансовое обогащение. Участниками проектов могут быть органы местной власти, органы местного самоуправления, организации, которые выполняют общественные услуги, например, строят дороги, охраняют здоровье, окружающую среду, так и неправительственные организации, которые занимаются разработками, исследованиями, опять же, мероприятиями в области защиты окружающей среды, которые нацелены на более интенсивные приграничные контакты. Предприятия частного сектора, целью которых является получение прибыли, не могут участвовать, потому что иначе это бы и исказило кредитный рынок. Также не могут участвовать политические партии и религиозные организации. Все остальные государственные и негосударственные организации могут участвовать в программе. Организациям, которые хотят поучаствовать в конкурсе грантов, стоит поторопиться с формированием своих идей, а также поиском партнеров из страны-соседки. Отборы проектных предложений пройдут до июня текущего года. До сентября заявки должны быть отправлены на рассмотрение совместного управляющего комитета. И уже в конце 2014 года будет список проектов, которые и реализуются в срок до декабря 2016 года. Более подробную информацию о проекте и ее участниках, а также сроках и нормативных положениях, можно найти на веб-портале программы содействия территориальному сотрудничеству в странах Восточного партнерства, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях.